Итак, всем привет! В общем-то, мы начинаем нашу вторую трансляцию по, соответственно, по S3 группам Гард Краш Лиги, то есть Лига на МФА. Вот, у нас сегодня очень интересная программа, для тех, кто не знает. Довольно-таки известные игроки играют, и напоследок у нас остался самый жаркий бой, и это будет Арзу vs Сакрон. Честно говоря, даже не знаю, кто из них выиграет, очень так неожиданно, внезапно, может выиграть любой. Вот, те, кто в чате сидит, напишите, пожалуйста, как слышно, да, чтобы убедиться, что всё нормально, что ничего там построить не нужно, микрофон и так далее. Вот, а я пока начинаю приглашать первую пару на стрим, это у нас будет Лионель и Алхим. Так, ну всё, ждём, скоро всё начнётся. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, Лионель у нас подсоединился, ждём Алхима. Как бы пока напомню, для тех, кто в танке, скажем так, да, у нас играются матчи до пяти побед, то есть, в принципе, на что посмотреть есть. Вот, особенно Лионель и Алхим, в принципе, достаточно хорошие игроки. Один за Кунлау играет Лионель, Алхим играет за Сайрикса на таком приличном уровне, поэтому, думаю, что будет довольно-таки интересно сегодня. Так, вот и Алхим подсоединился, связь, вижу, неважная, ну, что поделать. Так, первый бой быстренько сливаю, чтобы не тратить наше время драгоценное. Так, Лионель взял Кабалу, неужели он будет им играть сегодня? Посмотрим, посмотрим. Интрига, интрига. Привет, Асанце. Раз тебя видеть. Реально. Реально. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну все, Кабал быстренько разделался со мной. Все правильно сделал, молодец. Так и нужно играть в идеале. Посмотрим, насколько быстро сумеет он разделаться с Алхимом. Эта задача, конечно же, посложнее. Так, ну что, поехали. Все-таки Кун Лао решает у нас Лионель остаться на нем. Видимо, не очень уверен в своем Кабале. Может быть, по каким-то другим причинам. Итак, первый бой. С чего начнет Сайрекс? Да, он респектит Кун Лао, мало ли что-то может случиться. Ну, Кун Лао перешел сразу в прессинг. И вот уже у Сайрекс как бы небольшое отставание по жизни. Надо догонять. Сеточка. Так, хорошее колесо. Не нырять все было сделано, но угадал отлично. Да, вот знаменитый прессинг Алхиму. Он разводит как может. Делает командные бросочки. Не заделывает серии до конца, чтобы все было чики-куки. Да, вот здесь хорошо Лионель закомбил. И отличный антиэйр сейчас был. Жалко, что брейкер Алхим у нас потратил. Было бы интересно посмотреть комбо. А теперь котиком вышибает, правильно делает. Да, вот он знаменитый мув с Арекса, после которого идет маленький рекавери, и можно продолжать прессинг. Да, понятное дело, что у них лагает Арес, но это онлайн как бы. Все знали, на что идут. И Лионель берет первый раунд. Так, посмотрим, что сейчас сможет Алхим припрепоставить кунг-лау. В принципе, матчап не такой плохой. Вот это резетик. Нет, это не резетик, это брейкер. Правильно делает Сарекс, что отнимает две полоски у кунг-лау. Хорошо угадывает с броском. Сейчас просто божественно было. Почти наказал, да. Так, ожидает кунг-лау выгадывать дистанцию, ожидает ошибки от Сарекса, но пока что таково не следует. И вот неудачная диэр. Борит Лионель. Вот Алхим делает все правильно, прям как в книжке написано. Кинул бомбу, противник, скорее всего, подпрыгнет. Сделал захват воздушный, все, окей. Да, отлично. С уверенным преимуществом Сарекс выигрывает второй раунд. Сейчас все у нас решится в третьем. Не знаю, по-моему, хорошее расстояние было для кунг-лау. Можно было позвониться очень немного с Сарексом, пока он не очень сильно прижимает бомбами и сеткой. Лионель зачем-то начал сбежаться, решил, что это лучше будет. Ну ладно, посмотрим сейчас, насколько его тактика себя оправдает. Так, вынуждает брейкера. Брейкером воспользуется Алхима. Теперь Алхима нету резетов, ему будет в два раза сложнее. Да, отличный прессинг, хорошо, командник. Будет ли еще один? Будет. Отлично, не рвет Лионельева. И снова еще один. Будет ли четвертый? Нет, четвертый уже, к сожалению, не будет. А вот жалко, что... В общем, он не сумел развести. И это Икс Рей. И сейчас не накопится у Алхимы на брейкера, это, наверное, будет добивание, потому что в углу там хватит бумага, чтобы вылезти. Эх, не хватает. Ошибается Лионель, и это стоит ему, к сожалению, игры. 1-0 в пользу Алхима. Не то чтобы уверенно, но... Взял, взял победу. Почему нет? 1-0 в пользу Алхима. Суб-0. Скорпион. 2-0 в пользу Алхима. 2-0 в пользу Алхима. Пытается ли она сделать захват зачем-то, не понимаю, зачем, ну ладно. Да, вообще, я знаю, действительно обидно, когда ты из-за онлайн грохаешь Камбула победная, в общем-то, там подрывать может все что угодно, можно улететь вообще в небеса с того, что что-то прогорело. Так, ну что ж, ладно. В общем-то, в прошлый раз у Валхима было disadvantage, потому что он был вторым плеером, теперь он первый плеер. Посмотрим, что изменится. Берет карту поменьше, не знаю, специально ли. Может быть, он рассчитывает загнать Лионеля в угол и запрессить его там своей единичкой. Посмотрим, как будут развиваться события, и сейчас, мне кажется, нет, сейчас не будет прыжок. У Сарис на начале раунда может быть отличный миксап с лоу-ударом и пилой оверхедной. Ну вот, поскольку Лионель не любит нас прыгать в начале раунда, то это могло бы прокатить. Но Валхим пока что не рискует. Он делает какие-то неуверенные прыжки вместо этого. Да, отличный антиэйр. Но, конечно, мало дамага выжил, все, 18%. Возможно, стоит за лага. Да, переходит для нейф-зонинга. Это решение, в принципе, правильное. Сарикс его пока что не перезонивает, поэтому... ...пока что все нормально. Так, вот этот непонятный мут был. Там было очевидно, что Кун Лау с армором, и, в общем-то, ничего не сделается. Хотя, возможно, что Валхим рассчитывал на захват от Кун Лау, поэтому сделал такую впрыжку. Но его не последовало. Так, вот Шляпла продолжает закидывать у нас Лионель. И просто как-то вообще нелепым совершенно образом попадать на бомбу. И еще раз попадать на бомбу. В общем, Валхим нелепым образом выигрывает первый раунд. Совершенно нелепым. Некрасиво, кстати, он некрасиво. Так, даст конферн, Л2-1. Теперь это Л1-2, то есть должен быть резет. Нет, это должен быть брейкер, тем не менее. И начинается опять майндгейм с захватами, с командами. Так, хороший выход на комбу мог бы быть, но брейкер спасает. Зато теперь нет резетов, и нужно, в общем-то, вести себя очень аккуратно. Так, вот это вот будет полная комбуля. Нет, решает Лионель не тратить брейкер. Ой, не брейкер, полоску, то есть. Хотя, возможно, что это было просто дроп. Так, вот тут вот Валхим не скомпировал в D1-сети, и второй бой за ним все равно остается. Вот такой вот Сарекс у нас интересный персонаж. Дропы, не дропы, все равно побеждай. Почти как Кабал прям. Делай ерунду, побеждай, да? С Сарексом то же самое. Делай резет, побеждай. Фуци с ней не слышал. Зачем он нужен? Да, тут все в пользу Сарекса, Сакрон, действительно. То есть, довольно сложно, наверное, Кун Лава играть в этот матч-ап. Я, к сожалению, тут тоже не могу сказать, что он играется, потому что я не играл Кун Лава. Ну, много, по крайней мере. Так, Валхим решает потроить меня немного и сжечь. Был дело Кван Шунг, слепой тоже играл за Сарекса. Не помню, как у них этого парня. Ну, так интересно было посмотреть, как он на Эву, по-моему, то ли 13-м, то ли... Нет, на 14-м точно, наверное, 13-м, а может 12-м. Ну, короче, на одном из этих Эвов он закрыл себе глаза повязкой. И брался. Интересный бой был. Какой познавательный. Уверен, что, наверное, мало кто может играть своим персонажем вот на таком уровне, чтобы с закрытыми глазами все делать. Так, ну что, у нас тем временем третий бой начинается. Сейчас Лионель скиллпорно на Кун Лава остается. Не хочет контрпикать, например, там Кабалу взять или Соню. Хотя, вроде бы, он играл ими. Ну, то есть у Лионеля Мэйна не только Кун Лава, он еще Джонни Кейджем поигрывал. Точно поигрывал Сонни. И поигрывал Кабалу. Так, ну ладно, у нас отличное начало, тем временем. Шляпа попадает в хит. Первый. Теперь у Лионеля есть две полоски, ему не страшен резет Сайрекса. Разве что он брейкабл. И почему-то отпускает Алхим Блок, а может быть, просто не успел встать. В общем, ничего хорошего ему не принесла эта шляпа оверхедная. И сейчас пока очень уверенные преимущества на стороне Лионеля. Да, Алхим все правильно делает, решает не тратить метод. И вот она, Флоуэльс Виктори. Потрясающе просто. Вот так вот надо играть этот начальт, вот так. Да, снова шляпа в хит. Каким-то удивительным образом сейчас бомба не попала. Опять начинается игра с командными захватами. И вот здесь вот отлично обманул Алхим Лионеля. И почему-то не наказал спин-блок. Хотя там вроде времени было предостаточно. Отличное наказание за вив, просто потрясающий врыв посреди комбы, посреди серии. Не угадывает с вейкапом, получить апперкот за это. Можно было побольше что-нибудь там сделать. Ну ладно, раз я апперкот, значит апперкот. И вот очень сейчас нехорошая ситуация у Алхима. Нужно каким-то образом подходить к Кун Лао, и он не подходит к нему. 2-1. Неплохо, неплохо. Лионель, по-моему, сейчас может вполне себе сравнять счет и даже вырваться вперед. В общем, как я и говорил, бой ожидается довольно интересный. Нет, Слепволкер 5-0 уже точно не будет. Как минимум 2-1 будет. Точнее, уже есть. Сегодня планируется 5 матчей, вот. Но есть такой товарищ Мамиров, который меня в PSN в друзья не добавил. Поэтому вероятность всего, что будет 4. Все, ребят, ладно, я больше не буду мучиться в зиро, я обещаю. Лолтайр, мы так сидим, не остается. А, оценка, ладно, тогда хорошо. Раз оценка, то вопросов нет. То есть по красоте разложил сейчас Лионель. Ну что ж, есть сейчас шанс отыграться в Алхима? Сыракс. Кунг-лау. Вот так вот, ребят, не ругайтесь, чайте матом, иначе вас забанит бот. Итак, поехали. Так, это такой недорезет со стороны Сыракса. Ну, Алхимит набил себе уже нормально. Вот, хотя кунг-лау потихоньку его отвоевывает. И вот он снова набивание в блок. Очень опасную серию, делают Алхимит. Да, в принципе, кунг-лау может влезть своим спинам и наказать за это очень больно. Так, бросочек. Опять не угадывает Алхим с пилой. За это получает камбулю, и, в общем-то, Лионель берет первый раунд. Все правильно делает. В общем, немного изменил модель поведения Лионель. Это принесло ему с определенной успехи. Теперь не так сильно полагается на свой крейсинг, и ждет больше ошибки от Сыракса. Да, вот это не угадывает Алхим с НЖП. Лионель решил не упределить с бомбы. И теперь вот куча командных захватов будет. Да, просто один за другим. Безжалостно Алхим бьет своим самым мощным оружием, наверное, которое есть у Сыракса. Ну, помимо Розетки, естественно. Так, это нет. Это должно было быть Генгэ, но он все-таки в Кунлау как Твитпендрессе успел ставить свой спин. И вот Волшебный Пиксель, будет ли это камбэк? Сейчас очень сложная ситуация Лионеля, нужно ему как-то отвоевывать. И нет, все-таки подорвался на бой. Так, сейчас решающий раунд третий. Шляпа-шляпа, и вот снова Сэр из ближки переходит в прессинг. Нужно не допускать таких ситуаций Лионелю. Да, отлично, перебросил в угол. Друг-другие игроки перебрасывают в угол, не хотят оказаться сами в угол. Ну, это логично, надо сказать. Так, чуть-чуть не угадывает стаймин Думал Ким. Так, добивается из прессинга Кунлау. Здесь Лионель знал эту фишку, что нужно сидеть и вставать на втором ударе. Ну, там должны взять и сидеть, в принципе. Так, сеточка, и вот теперь надо Лионелю подходить. И тут раз Актеер случился внезапно, и это будет добивание. Да, 3-1 у нас становится счет. Пойте твои респекты. В принципе, да, можно. Просто он мне ни о чем не предупреждал, поэтому я не знал даже, как вообще происходит все это дело. Вот, если есть такая опция, если действительно вы с ним сыграете, окей, не вопрос. Ну, да, Слепполкер, так и есть. У нас Саухим известный макросник. Все-то думают, что у него на самом деле поставлены резеты, но мы-то знаем секрет. О, я же, я не хотел выбрать Саб-Зир, ну ладно, придется еще раз потерпеть его унижение. Сейчас Салхим быстренько вспомнит комбит Скорпиона и начнется... Хочешь, что Дубитис страдал? Тогда, мне кажется, Слепполкер, тебе нужно унизить его на турнире, Кейджем. Он будет страдать. Ну что же, у нас четвертый бой. Остается Алхим на Сайрексе, ну то есть он не может его поменять, а Лионель остается на Кунлау. Когда дедлайн Никса, ну, в общем, чем быстрее, тем лучше на самом деле. Потому что он все-таки боится, уже потихоньку отыгрываются. Так, опять решает Алхим начать зонингом. Сеточка-бомбочка, но вот подкат не выдержал Кунлау. Слишком больное у него келесо для Сайреса. Видимо. И вот Дань, опять Лионель не наказывает это дело, хотя мог бы очень больно. И это не получается, Андрейка был у Алхима. Красивую комбогу мы сейчас увидели. Не законфернен почему-то 2-1. А вот здесь отличный антимейр с сеткой. И это будет... Это будет взрыв пока что, но, в общем-то, Лионель теперь больше нет шанса ошибаться. Там даже если на прыжок поймать... Прагдон, как он называется, а антимейр с роу, короче, Грэйк, то все будет плохо. Не угадывает тычку, не угадывает. Раунда 2. Погнали! Так, смотрим, что у нас придумает Лионель. Через D4 пытается подойти к Сайрексу, но, в общем-то, наверное, не лучшая опция Кун Лао. По-моему, его двойка даже длиннее, чем D4, поэтому нужно стараться через нее попасть. Отличный комбу пропускает. Так, оверхед не ожидал здесь Алхим. Вот, секрет победы в том, что нужно спамить оверхеду Кун Лао. Не нуждает потратить Брейкер. Решение спорное, на самом деле, потому что тут в жизни-то осталось немножко. И вот да, тут совсем все плохо. В общем, зажал в углу, избил просто как негр, избил, черт возьми. Тут новый тэч от Алхима. Все-таки не мешают этот воздушный бросок, когда Кун Лао телепортируется с полоской, а специально делают похоже. Так, и вот тут довольно-таки хорошее преимущество сейчас Леонарис себе сделал. Мне кажется, этот должен быть за ним. Да, прям в лоб получает шляпу. 3-2. Это 3-2, ребята. Я знаю, что вы все не любите Кабала. Надеюсь, что всякие игроки из-за Кабала меня не обидятся за это дело, но посмотрим. День-день специально. Мы просто топ-тайл. И мы всегда приятно сбивать. Скорпион унижает сегодня всех. Еще ниже он пошел. Зачем-то. Даже не под землю, а не знаю куда. Ну что же, у нас 3-2. Напомню счет. Практически наравне идут игроки. Ой, Леонель, то есть, да, извиняюсь. Первый плеер же у нас Леонель, он же выиграл прошлый бой. Итак, поехали. Да, вот в этот раз Валхим рискнул, но немного не угадал с таймингом. Кун Лау успел отойти. В итоге остался без полоски. Ну, такой вот опасный Микс Апчик. Это хороший с одной стороны, но вот с другой. Очень много факторов, которые не позволят его сделать нормально. Так, и снова начинает звонить с Кун Лау. Нужно сам что-то посерьезнее, чем кидать бомбочку из сети в блок. Вот сейчас хорошо забытил полку ответный от Кун Лау, там, бэкдэш сделал, но, к сожалению, никак не реализовал это возможности показать. Неплохой телепорт. Не успевает немного, прям, реакцию это сделать. Наверное, надо бы чуть пораньше сетку бросить, и тогда бы было бы все нормально. По крайней мере, брейкер бы точно не любил. Да, отличная футисопция у Кун Лау, вот этот вот дайвкик его, ага. Сакрон, перед тобой еще два. Два-два и Сенсей, не три. Законферн, ну, прекрасно вообще. И не дропает комбу в этот раз. Попроще сделал Лионель, но зато стабильно выжимает дамаг. Не угадывает Алхим. Не задетектирует, что попал в этот хит Лионелю. И вот, да, Лионель в этот раз не угадал командный бросок. Точнее, он думал, что будет командный бросок. И продолжается просто избиение нещадное вообще-то. Лоу-удар, оверхед-удар, и все, просто в кучу смешалось. Отличный миксат, и надо добивать. Икс-рей, 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 икс-рей. Нет, икс-рей, ну давай же, икс-рей. Ну нельзя, там воздух. Там уже Сарик контролирует воздух. Неужели это был... Нет, это не резет. Итак, взрывай командный бросок. Ну чуть-чуть осталось, давай. Красавчик Алхим. Тащил на невидимом пикселе. Кманшунг Сокрон играет сегодня. Вместо пары Витя Серзу, потому что Витя сказал, что не сможет в это время. Он обещал на запись сыграть... ...другое. Вот. Я поэтому вместо него поставил Сокрон. Так, у нас продолжает перекидываться под джетайлами тем временем, ребята. Вообще, Кудлау довольно уверенно себя чувствует после первого раунда. Я бы после такого раунда вообще бы... ...не знаю даже, что бы я сделал. Я бы сдался. Просто бюджетик в телевизоре. Я не стал больше никогда играть в Mortal Kombat. То есть настолько редкая возможность камбэка, и Алхим ее смогу реализовать. Вот посмотрим. Сейчас у него похожая, в принципе, ситуация, но нет. В этот раз он, к сожалению, реализовать не смог. Это 3-3. Так, что там? Соня была заказана, да, у нас? Ну ладно. Соня так Соня. Нет, Алхим просто потрясающе сейчас сыграл. Вот этот был великолепный раунд. Божественный. В этот раз мы унижаем Соню. Скорпионом. Воу-воу, Айрис. Прости, но... Уже все, я уже выбрал. Не, ни в коем случае. Я же не против игроков иду. А против... Просто персонажей. Не будем идти по Тайр-листу. Сначала Кабал, потом Соня, следующий будет Сайрис. Да, точно. Сестра Полкер, спасибо, что сказал с тебя четвертак, в общем. Раз все так по заказу. Так, ну что ж, 3-3 у нас, счет. Алхиму надо точно поменять стиль игры своей, потому что, в общем-то, мы видим, что ничего хорошего пока что он не приносит. Окей, договорились на МФА, так на МФА. И будет ли в этот раз божественный МФА в начале раунда? Нет, не будет. Аккуратно сейчас сыграл Алхим. Отличная комбулечка. Надо продолжать свой трейсинг Кун Лао. Д-4 у нас отличный путь сестру для Кун Лао в данном случае. Особенно, если он в хит попал. И вот метра-то нету. Брейкер не выбить, резет не сделать. Плохая ситуация у Сарекса. Да, вот сейчас только чипом надо добить было как-нибудь попробовать. Вот, ну, Лионель не дается просто так. Аперкотиком наказывает перепрыжку. И это просто ошибка плохая. Да, брейкер не стал тратить, все правильно сделал, решил оставить на следующий раунд. С Сарексом надо быть очень осторожным. Одна ошибка порой стоит всей жизни. Так, это отличный антиэйр. Будет резет. Нет, в этот раз Афкин решает не делать. Ну, точнее, он сделал такой гет-то резет. И сейчас ангрейкер был, мы видим. С вами на экране. Командный захват. Да, вот он все правильно делает. Он за первые, за несколько боев, приучил Лионеля к тому, что идет там два или три командных захвата подряд. А потом просто обустит эту привычку. И начинает делать на второй раз уже комбу. И, как видим, это Лионель ест очень хорошо. Почему бы нет? Так, снова бомба. Телепорт. И надо добивать. Да, отлично. 4-3. Каждая следующая игра может стать последней. Так, кто там на очереди? Сайрекс у нас был на очереди. Благо до него недалеко идти. Сайрекс. Скорпион. Немного уверенности придадим Лионелю, когда он даблфлоулес возьмет его. Хе-хе, у Сайрекса. Скорпиона может даже. Хотя, возможно, что он играл с Скорпионом. Просто я не достал тех времен. Что-то Слав пытается сделать, но ладно. Счет у нас 4-3, напомню. Раунд 2. Борь. Счет у него. Скорпиона победит. Счет у него. Счет у него. Дай вашу уважаемую. Да, сейчас у Алхимы хорошая ситуация Надо просто выиграть один бой Просто выиграть Как будто я так просто взял и выиграл один бой Шансунгу без проблем Без проблем вообще Шансунгу все договорились, поставим в следующий раз Так, ну что же Все-таки Кун Лава Уверен ли он с своим Кун Лавом? В общем, это правильно делает Он хорошую игру сегодня показывает за него Затащить его сможет Если постарается И поехали Нет, это снова не миксап этот замечательный Ацарик Здесь слоупочет немного Алхим с наказанием Чуть пораньше бы сделал этот воздушный бросок И не смог бы лететь Кун Лава Так, Брекер потратил У Сарикса один метр есть Сейчас для Кун Лава очень сложно не попасться Никуда что И какой-то невероятный конферн был неясный Да, Брекер трап делает Сильный комбан на 41% Как-то сейчас странно было Не попал Кун Лава В спин Кун Лава с Айрекс Так как выйдей должен был бы И тут остается совсем немножко Лионель рискует И, в общем-то, да Благодаря этому Алхим забирает раунд Ну что ж, посмотрим Все сложнее и сложнее Кун Лаву реабилитироваться сейчас Ну вот он, 2-4 прессинг Это просто потрясающая опция Которая дает Кун Лава на блоке Единственный минус, что первый удар он бифит по Судячим, поэтому там есть возможность ворваться И все-таки попадается на бомбу Это будет очень больно Мне все-таки не очень, 25% А вот это должна быть смерть Сейчас, если Алхим не ошибется То это будет Анблокабу Ой, Анбрикабу, Резец Нет, уже не из-за лага Минус один, по-моему, ноль там Ну ладно, возможно, что я что-то забыл Фарендата, да, Фарендата не нужна Только всякие задроты, типа, Сокроны пользуются Фарендаты, и остальные так играют Канаити В общем, не знаю Сейчас Алхим, наверное, очень должен был пригореть Дропнуть победную камбу Там, из-за того, что Лаг случился, и отдать раунд Просто как-то Невероятно Так, да, прогибается под красапом Сейчас у Куньлау есть куча метра И это брекер-трап Не знаю, для Нельчика надо на втором ударе Зас брекер Что же, будет ли это камбэк? Нет, камбэк, к сожалению, пока что не видим мы Успевает выпрыгнуть И буквально вот крохи здоровья остаются Надо как-то добивать чипом, может быть Да, сейчас логично, что Куньлау будет держаться на довольно специальной дистанции Подходить ему сейчас вообще никакого смысла нет И это была смертельная ошибка Это была смертельная ошибка, у нас 5-3 Теакс Ладно, спасибо парни, что сыграли Это был ГГ В планах лига по МКХ Ну, для начала пускай он выйдет А там посмотрим, будет ли МКХ Так, у нас в следующем приглашаются Значит, на стрим Роксас и Доцент Роксас и Доцент Те, кто еще не видел Доцента в деле Сейчас могут увидеть всю мощь его кабала Да, полностью согласен Лионель отыграл сейчас очень красивую игру В общем-то, достойно выступил Я считаю Немножко не повезло Где-то интернет подвел Где-то что-то еще случилось Так, ждем Доцента Ждем Доцента, ждем Доцента Сейчас пока проверю, тем временем все ли я правильно сделал Просто у Роксас У него какой-то сложный ПСН И я боюсь за то, что я мог не того человека пригласить Нет, все правильно Все правильно сделал Отлично, Доцент пришел Ну все, поехали тогда Так, Шан Цунг Шан Цунга Надо выбрать Шан Цунга Да вообще нечестно Алхим играешь Нечестно Бросай своего Сэрекса Он ужасный персонаж О, Леша, привет Вы скоростный следующий Так что готовьтесь Скорпия, уточните ваш запрос, пожалуйста Было что? Лионель сыграл вроде бы даже неплохо Вот, вот, вот то, что было Ты сам все видел Даже принимал в этом безобразии участие Дай вашу респект Скид Доцент у нас не скупится на десяточки Ну что ж, мы знаем, что Доцент у нас играл в свое время на Шан Цунге Но нет Видимо, он с тех пор, как занял третье место, им больше не играет Исключительно Кабал и только Кабал Что ж, посмотрим, что сейчас сможет у нас FX50 Sport противопоставить Сони Первый хит за Кабалом, пила Да, здесь не очень выгодная ситуация для Сони И несмотря на ее быстрые праджектайлы Нужно очень аккуратно быть Потому что можно разменяться пилой с Кабалом И сейчас для нее этот размен не очень хороший будет Каким-то чудом влезает Поку По-моему, это Контр-Поку была, если не ошибаюсь Да, просто Доцент терпеливо ждет ошибки оппонента И вот оно случается Можно наказать Очень рискованно сливает метр Сони Благо, что Доцент потом попался на какую-то хрень Вообще непонятно И тут пилу просто бросит Да, отлично Первый раунд с Доцентом Посмотрим, что сможет предпринять Сони Да, вот видите, здесь такая ситуация Что Кабал, он может, в общем-то Даже успеть восстановиться после пилы И блок поставить на кольца По скрине Отличный выход на комбо Доцент не прочитал этот дайвки И снова, еще один раз Нет, зачем Брейкер-то потратил Ох, это очень большая ошибка была сейчас Ни с метром, ни с жизнью Все отдал Все отдал Доцент у нас такой простой русский душевный парень Говорит, вот держи, Соня Для тебя ничего не жалко Вот, а Соня такая девушка Непривередливая Говорит, да, возьму все, без проблем Очень хорошо уходит от зонинга Сони у нас Доцент Ну, в общем-то, его все равно не спасает от арморного колеса И от арморного армор, да И Роксис у нас берет первый бой Как вы думаете, кто Как будет лучше Кто победит, короче, игра То есть лучше будет, если победит Кабал Или лучше будет, если победит Сони Кабал? Кваншинга болеет за Кабала? Так, кто там у нас был? Страйкер, пускай Нет, ладно, сектор Пусть поизбивает сектора Да, мы считаем, что это Флет, я помню Феди, возможно, не разыгрался еще Сейчас, может быть, он покажет нам класс В следующих играх Комбетницы после такого сильного движения Сони Как бы там ни происходило, в любом случае Нам на Кабалу смотреть еще довольно долго Я так понимаю, что Корсак Который будет в следующем играть С Камрадом Они, в общем-то Тоже там один из них Кабал Если только Леш не взялся Затрачить Кабала и тоже начал его играть Это было бы забавно И не говорите мне все эти другие люди Неправильно пишите статус мог ЧПД и все эти другие люди, да, вот Остается у нас доцент на Кабале Рокс, в общем, довольно уверен в своей Соне Показал первую игру хорошо Поэтому нет причин сомневаться Итак, посмотрим Что же будет, что же будет Да, опять пила первым хитом И снова Сони пытается разменяться с Кабалом На открыт скрине А не очень хорошая идея Сейчас Кабалу, в принципе, можно просто сидеть и все У него лайфлид и ему не с чем Показать к Соне А вот Соне надо что-то делать Например, отдавать брейки Бросочек Почему-то не в угол решает Рокса сбросить Довольно странное решение И вот здесь не удержал блок Соскользнул, наверное, палец с С2 У доцента Он решает отдать этот раунд Пока что во втором бою 1-0 в пользу Роксуса Так, снова какой-то потрясающий врыв от Сони идет С дайвкиком Что-то не угадывает, что это еще доцент Такое ощущение, что он бросил джойстик Ну, все понятно Это Flawless Victory Оф-то оф, а что с этим делать, вопрос То есть, по идее, как бы турнир он не должен быть оф Но, в общем Что случилось, то случилось Так, ну Пока не буду тогда вставить Что у нас там происходит Сейчас посмотрим Пусть арену выбирает Но он вроде сейчас играл в нормальной арене Так, Рокс, если ты меня слышишь на стриме То тогда, значит Ставь, пожалуйста, арены, которые не лагают Типа ночного пита Там, где вот у пещеры гора Логово гора Ну и в таком духе все Доцент просил это делать Для него это очень важно Ой, забыл поставить себе здоровье четверть Ну ладно Потерпим избиение Китаны Вот как раз это будет немного дольше Леха играет сегодня с Корсаком Такой вот неожиданный поворот Нарзуму еще сегодня пока не видели Так что у нас все впереди предстоит Возможно Возможно, что не Торт Возможно, что Торт Посмотрим Так, Алкин, кто сегодня еще играет? Сейчас, значит, доигрывает у нас Рокс с Доцент Рокс пока 2-0 ведет Затем у нас играет Корсак с Камбрадом И после этого будет последний бой Розу с Сокроном Леш, до пяти побед играем ФТ-5 все Опять не выбрал карту Надо написать сообщение На следующем бою Посмотрим Что сейчас сможет сделать Доцент В общем, не очень хорошо Проигрывает Кабалом Ну да, в принципе, я его понял Короче, хочет слить бой Соня Соня Винс Флоум Викторий Род 2 Ну вообще, по идее, по-хорошему Все карты разрешены То есть я не вижу тут никаких причин Запрещать Разве что только Всякие лагающие Типа Хэла Кто не выбирает минус игра? Ну, в принципе, да Можно попробовать Есть причина онлайн Ну онлайн всегда онлайн Не, на самом деле Те, у кого связь В общем-то хорошая У них Так Все нормально Почти на любых картах Так, я Роксусу написал То есть сейчас Нужно, чтобы он прочитал сообщение Понял Что это, ребят? Такие вот дела Интересные Ну, типа, я не против того, чтобы все играли на каких угодно картах, если оппонент не против Ну, почему бы нет Сейчас посмотрим, насколько быстро дошло сообщение Мое до Роксуса До что ли вообще Доцент у нас привередливый очень Не любит играть на разных картах Так, и все зависли, да? Прикольно Так, в этот раз все должно быть нормально И поехали Знаменитый зоник Кабала Шарик пила Что еще нужно для победы Опять Соскользнул палец Кнопки блока В самый ответственный момент Не угадывает движение Сони Надо всегда помнить, что у нее Естинственный дофиг Который перепрыгивает Пилу и все остальное Кабала И почти, да Сконфернил Все-таки сконфернил Доцент Молодец Очень много ансейфов делает Сони Это точно не реакцию И надо как-то Доцент это использовать Потому что Да, вот, например, сейчас Отлично Все правильно он сделал Снова зонинг с Сони В этот раз доцента Упраингрывает Бросочек Нужно переходить Прессинг сейчас Например, таким образом Почему нет? Вы как бы сегодня Как раз обсуждали О том, что Кабал Очень быстро билдит метр И мы сейчас Буквально в прямом эфире Наблюдаем Как это происходит Его бьют Он билдит метр Все четко Кенши Это дал Хима Тероксас Ты с ним уже играл В прошлый раз Так, зажал в углу Соню Нужно сейчас Сделать пару комп И выиграть Да у всех Со всеми лагами Это же онлайн Матвый комб Это что поделать Вот сейчас, например Что это было Почему-то в флэшпэре Не сработал у Кабала Плохо Человек из Перми Насколько я помню Как бы Канекте Перми Не идеально И да Это у нас Третий бой Забирает рот Как и положено У нас В Мортал Комбате Победителем Из любого боя Выходит лаг Так, кого? Рептилию Я знаю, что Алхим раньше Мейнил ее Поэтому я выберу Рептилию На самом деле Не знаю, что вы так Гоните на Монике Мфашные Там были лаговые Естественно Но далеко не все В общем-то Особо сильно Я не почувствовал Что там Совсем-совсем Лаг был Боя В играх Там что-то Мап на меня написал Видео Ох Когда-нибудь Моя доброта Кончится Я перестану Всех разбанивать Продолжение следует... 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 Так, Кабал, Соня. По-прежнему всё. Ничего не меняется. Опять пил-пил туда, пил-пил сюда. Сейчас будем смотреть. И в этот раз Соня хорошо начинает зонить. Но продолжает не так удачно, как всё могло бы случиться. Вот это могла быть комба. Решает Соня, что зачем мне дамаг, я лучше немножко попрыгаю. В поре, в инстанции, доцент. Мы видим, что не очень связь. И вот это должен был быть, по-моему, арморный взрыв, но не сложилось. Да, отлично, коленочка добивает. Каким-то чудом не попадает пила, почему-то пробегает мимо на ум отдаш. Доцент не знает слова нижний блок. Что-то здесь не так для него. И вот, да, не терпится Соня ворваться в прессинг кабала. В принципе, желание хорошее, а есть главное чем. Но явно не тем, что делает Роксис. И вот сейчас будет попытка, скорее всего, зазонить. Да, брейкер отдаёт, нужно. Ну, хотя бы брейкер отнял. Всё нормально. Преимущество осталось за кабал. Создал себе выгодную ситуацию, доцент. Всё правильно сделал. Ну, теперь нужно подходить к Соне. Она... Она не любит, когда к ней подходит. Наказывает за это очень сильно. Так, на 33% делает комбу доцент. Отлично. Заставил Соню потратить брейкер армор. Да, продолжает зонить. И вот он, да, снова оттачанного брейкер. Очень часто Рокса сделает вот эти вот на сейфе движения на вейфе. Доцент в этот раз этим просто воспользовался. И в Соне осталось минус. Да, и правильно всё сделал. Зоум про джектайл он добил. Это у нас 3-2. Страйкер не нужен он, но... Им нельзя нигде гамать ни в онлайне, ни в оффлайне. Такие вот дела. Так, чё там? Джакс у нас, да? Так, Арис, зачем ты написал ДГ, хотя вроде как ещё и не совсем ДГ. Кабал wins. Флаwness victory. Роунд 2. Файт! Финиш him! Кабал wins. Флаwness victory. Give your respect. Throne defended. Sonya. Остается Роксас на Соне? Кабал! В принципе, он уже показал, что может затащить. Поэтому... Всякое возможно. Главное не поддаваться на провокации Кабала. С его этниновым Андэшем и... Другими инструментами и трейсингами. Отличный враг с армором. Решает, не тратим, Грейкер и Роксас. В принципе, всё правильно делает, пока он позволительный в такой ситуации. А вот, да, здесь уже нужно было. У Кабала в углу больная комбан. Зачем-то сейчас попытался с армором влезть до центра, у него ничего не получилось. Тут он на знаменитый удар. F4, 1, плюс 2. Где второй верхед. Казак его очень любит использовать, когда на Кабале играет. Совершенно бесполезный, но... Тем не менее, мы видим, что иногда он получается. Да, Каджо подбежал. Идеально ручное расстояние до центра. Ему нуждают тратим-брейкер. Ну, не такая больная комба у Кабала в углу, но тем не менее. Очень неприятно, особенно в данной ситуации с Соник. И пару бросочков бы засетапить Кабальчику было вообще норм. Вот, но сейчас выбивать уже должен, по идее. Тем более, что полосы есть. Да, всё, это ДГ. Третье очко у нас вырывает до центра. У мира хочется играть за Кабала. Рассуждают, что B1-2-1 попадает с дистанции. Да, почему нет, используем. Отличная футсис серия, она же двигает тебя вперёд в войну. Так, кого в следующем выбрать я не помню. Пусть это будет Кунлау. Его ещё не было. Как раз ужасная карта выпала. Всё замечательно пока что. Не будем смотреть заставку. Она вам не нужна. У нас, безусловно, очень много времени. Поэтому мы можем позволить себе посмотреть фаталити, которые там делают. На этой сцене. Ну, ладно, что же поделать. Сакрон играет с Арзу сегодня. Я не знаю, в первый раз уже повторяю, но... Вот. Сакрон с Арзу. Потому что Витлес занят был. Сегодня. Если кто хочет, мы можем потом скачать запись и кинуть им кмбб. Для того, чтобы он проанализировал бой Арзу и Сакрона. И сказал... Какие же ошибки они делают в бою? Такие вот у нас интересные вещи происходят. Остаётся Роксас на Соне. Так, надо взять на весь экран. Соня опять начинает спамить ансейвы. Зачем? На вейках или не на вейках? Так, пока брейкер есть, и пока его тратить не нужно. Да, вот он. Отличный брейковый комбан. 14% из двух тот же Тайл. Что может быть интереснее? Это Кабал, детка. И да, добивает тот же Тайл, он всё просто. Так, ну что ж, смотрим. Сможет ли Соня в этот раз подобраться поближе к Кабалу, чтобы нести кто-то дома? Пока не очень хорошо получается. Снова пытается сохранить брейкер. А вот в этот раз уже всё плохо. Да, очередной ансейв приводит к тому, что Соня может получить комбук. Быстро слегкаешь, повезло, но в следующий раз будет всё хуже. Опять не блочит нижний гардоцент. Видимо, рассчитывает на то, что оверхеды будут. Они больнее бьют, чем нижний, поэтому они блочит нижний. Вот, но я ни одного оверхеда ещё не видел у Соня, поэтому вот так вот. Да, Шаталкер точно есть определённый успех у Соня. Она смогла подобраться чуть-чуть поближе. Прям совсем немного. Вот дамаг, да, с дамагом действительно проблема. Нанести его не смогли. Так, чё там? Пускай сегодня перебивают моего любимого персонажа. Так и быть, отдам на растерзание. Ради лиги. Нет, от меня 4-4, это 4-3. Добавляйте. Чэнг Сону победит. Чэнг Сону победит. Чэнг Сону победит. Добавайте своё уважение. Бывает, что нужно немного больше метра, чем один. Два, например, или три. Четыре в пользу доцента. То есть, как-то он сумел переломить себе вот эту вот минус мораль. И, соответственно, выиграть четыре боя подряд, если я не ошибаюсь. После вот три... Ой, нет, сейчас скажу, сколько там было. Ну да, по-моему, после 3-0 как раз он четыре боя взял. Ну ладно, в любом случае, посмотрим, чем сейчас всё закончится. Возможно, что этот бой будет последним в этой паре. Возможно. Нельзя быть ни в чем уверенным на 100%. Так же, как нельзя забывать, в какой стране мы живём. Ну ладно, семейерическое отступление. В этот раз Соня всё прекрасно угадала. С самого начала раунда. И вот уже как бы полжизни двухкабал и нет. Да, отличный флэш-пэрин. Спорный был момент с брейкером. Можно было без него обойтись. Но повезло, что это Соня. Уфолог? Почему не играть с другими бойцами? Потому что не умеют ими играть. У них есть поставленные Соня, есть поставленные Кабал, они не пидачат. Только я хотел сказать, что довольно успешно сейчас заняться Соня, но не тут-то было. Не так уж и успешно они получаются делать. А вот у Кабалки до инстанта теперь тоже перестало получаться. Домачок. Да, это брейкер. Можно сдавать его теперь, чтобы не проиграть в раунду. И не угадывает доцент с таймингами. Зато здесь всё правильно делают. Соня всё-таки надеется на хороший сход. Да, отлично. Сейчас подождал доцент арморное колесо. Зачем это научился? И это победа. Ну, Меймис может быть не один, там, например, два персонажа. Вот, но в целом ставить там больше одного-двух довольно тяжело. То есть, как бы, если ты играешь многими персонажами, то, скорее всего, ты играешь Клоп. Ой-ой-ой, как запорол комбу такую. Там же всё уже было прям перед глазами. Просто бери и долби своими крюками. Так, надо сейчас быть доценту аккуратным. У с вами полоска есть. Да, вот как раз я подумал, а не это, что сейчас я использую. Но это, в общем-то, не проблема. Для Кабала и счёт становится тайп-3 в пользу доцента. Доцент, молодец, поздравляем тебя. Так, значит, в следующем у нас на стрим приглашаются в таком случае Камрад Алексей и Корсак. Так, Алексей не согласен. Не согласен с чем? Что не может быть больше, чем двух мейнов или что? Ну, то есть, конечно, да, ты играть можешь там всеми. И, наверное, даже довольно неплохо, потому что фундаменталы-то они для всех одинаковые, по сути. Вот, но именно вот задрочить там и поставить персонажа так, чтобы он у тебя был идеально вообще во всех ситуациях, при любом раскладе, в любом матчапе, мне кажется, не больше там двух-трёх. Все у нас болеют за Алексея почему-то. Никто не хочет, чтобы Корсак победил. Вот такие вот вы расисты. Против белорусов настроены. Знаю я вас, знаю. Так, ну что же, у нас подключились... А, уже оба подключились. Неплохо, неплохо. В таком случае есть смысл поехать. Корсак. Воу, внезапно. Так, пробуем ещё раз. Вот если их не сконнектит, это будет печально. Да все болеют за Лёху, понятно всё. Все против белорусов настроены. Алхим, ты понятно почему, молеешь за Лёху. Вот это, в общем-то, всё понятно. Так, доцент тем временем мне пишет, что хочет переиграть матч. Не понял почему. Во, Арзу за Корсака болеет. Вот так вот. Так, ну что, в чём проблема? Где? Где Корсак? Почему его нету? Паша, заходи, мы тебя ждём. Очень ждём, очень жаждем увидеть. Так, а А1 сегодня там должен был с Корсаком как раз тусить в это время. А Арзу говорит, вот в Вайбере пишет ему Корсак, что он завис. Так что я предлагаю ему пока с Лёхой сыграем. Размяться. Хоть и не в честных условиях. Это уже началось. Лёху призадумался. Приуныл. Алхимия, я честно говоря не понял, о чём доцент хочет. Вроде всё честно, но выгнал 5-3. Ну, почти честно. Вот, так что... Не знаю, что он там придумал. А вот и Корсак, кстати, зашёл. Так что, самое время слить. Раунд 1. Бой! Раунд 1. Раунд 2. Раунд 2. Раунд 2. ну типа я играю без блока пытаюсь пока меня не дает мне лишь это сделать ну и как бы типа все вот должна быть победный комбайн раз так ну типа поехали следующий бой у нас как должен быть легкий с красаком корсак мужик вообще взял к на себя на аватарку я уж не знаю насколько хорошо нам играет честно говоря либо не помню либо не видел в общем в итоге посмотрим мне кажется это будет кабал хватит фрейна о кун лао таки кун лао ну чтож посмотрим насколько хорошо у нас алексей знает этот матчап шансы то есть в общем то почему нет да вот у нас новый пока который приводит кун лао в замешательстве вам там минус 13 не угадывать лишь с армором и просто делепортами убивает сейчас корсак алексея надо что-то придумывать против этого дела за хотя бы там апперкотами наказывать и это первый раунд за корсаком да хорошая футсис серия сблизился на нас почти дамаг уже все правильно сделал вот но теперь сам получает зато вот сейчас апперкотик бы опять хорошо вошел но почему-то не пользуется лёша видимо гонится за дым очком вот за таким вот примером так отличный прессинг сейчас вот есть в принципе все шансы ох чуть-чуть не подождал чуть-чуть буквально и первый бой уберет корсак у нас а стоило всего лишь дождаться конца спина и все было бы замечательно так кому мне взять на следующее издевательство над персонажем возьму волка пожалуй красота Кабал унижает Найтвульфа 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 Вы считаете, что в МКХ кланчи будет имбой, да? Потому что у него будет апперкот с бронёй. Пусть будет Рейден сегодня. Ох, как у нас погреть с ним. Хорошая премьера. Ну что ж, один странный выбор сегодня мы от лучше увидим. Посмотрим, будет ли второй. Субтитры создавал DimaTorzok Что же, смотрим. Возможно, что Лёха выберет в этот раз бараку. Нет, остаётся на кланчи зачем-то. Видимо, не убедил его Корсак в том, что этот матчап не очень состоятельный с его стороны. Сейчас опять будет очень сложно вытащить этот раунд, этот бой. Но посмотрим, посмотрим. Да, пока что беспорядочные прыжки. Он любит Корсак так делать, залетать за спину и 2-1 вмешивать. Очень удобно за счёт того, что сильная двойка у Кун Лао, 7 фреймов аж целых. Снова апперкот. Да, наконец-то прочитал эту впрыжку в лёд. Отлично. Не знаю, конферн где-то был. Скорее всего, нет. Но, в общем-то, прочитал довольно хорошо. Да, вот зря сейчас выпрыгивает Корсак. Понятно вообще, что выпрыгивать нельзя. И телепорта, жди телепорта. Нет, не совсем. Отлично забейтил. Пытался сделать комбу. Прекер спас. И вот тут надо было читать. Прямо тут видно было, что Корсак хочет сделать. И это могла бы быть победа. Нет! Одного пикселя не хватило для того, чтобы затащить рамки. Немного не рассчитал Алексей свои силы. О, что-то новое появилось. Первый раз вижу бросок за эту игру. Так, ну что, пока Корсак всё угадывает довольно неплохо. Ну, Лёш тоже не промах. Он знает, что в мочи хороший апперкот и отлично его использует. Хорошее наказание за бросочек могло бы быть, но не сложилось. Да, опять прочитал выпрыжку. Очень любит Корсак выпрыгивать после вот этого вот Д3. Зачем это делать, непонятно. Там и так минус. Как сейчас не попал в НЖП, непонятно. Совершенно непонятно. Ну, в общем-то, у меня только один комментарий, это МК. И 3-0. Корсак забирает у нас. Очередной бой. Видимо, сегодня для Смока судьба получить ещё раз, Люли. Продолжение следует... Редактор судьба. Редактор судьба. Операция! Редактор судьбы. Редактор судьба. Редактор судьба. Так у нас Алексей сейчас четвёртый бой хочет убирать. Давай, Лёша, соберись, за тебя болеет, ну, по крайней мере, половина чата точно. Всё-таки решает Рейна взять против Кун Лао, вернуться к истокам, так сказать. К тому, с чего всё начиналось. Вообще, не знаю, насколько хорошо Лёша знает этот матчап с Кун Лао. Вроде как он не очень простой для Рейна. Ну, посмотрим. Тут его отыгрывает, ну, ура. Да, отличная подножка. Хороший, где-то, у нас лодочка. После прессинга идёт миксап, там можно бросок отменить. Можно продолжить прессинг. И вот решил полежать Корсак, это не принесло, соответственно, пользу против в этот раз. Да, наконец-то удаётся выйти на комбу. Это будет больно. Это потому, что угол. Рейн в углу весьма-весьма опасен. Очень много телепортов делает Кун Лао, нужно его за это карать. Несчадно просто. Ну, просто нещадно. Ну, хотя бы апперкотиком. Потому, что вот за все эти телепоты, которые он сделал, сейчас можно было бы спокойно отжать раунд, если каждый из них наказать апперкотом. Да, хорошо, перефутсал Лёша. Отличный прыг с бронёй. Представляет ещё потратить метр Корсака. В общем, для Кун Лао метр, наверное, не особая проблема. Он набить может его спокойно, с вами, да, был бы спешил. Это будет наказание. Да, это будет брейкер, естественно. Ничего другого я не ожидал здесь увидеть. И три! Три гейзер! Что вообще? Что за течи секретные? Да, хорошо, молодец. Удаётся, всё-таки, Алексей, взять первый раунд за сегодня, насколько я помню. Да, и снова вот эта вот мясорубка Кун Лао. С его быстрыми бисками джебами. Д-4 шляпа. Прочитал сейчас Корсак, что подходить будет Лёша. Немного потрапился с апперкотом, и вот зачем влез в спину, непонятно. Надо было там постоять, подождать, что будет. Потратил полоску, к сожалению, зря. И это могла бы быть комба, но почему-то Д-4 наказывается. Что-то тоже невероятное происходит. Да, пытается броском закончить Корсак, у него, естественно, ничего не получается. Это должна быть комба, нет, это не комба. И тут, да, бросок угадывает. Просто потрясающе всё угадывал. Угадал сейчас Алексей, но всё равно почему-то проиграл. Такое тоже бывает. Всё угадываешь и всё не проигрываешь, в общем. Интересный персонаж мне достался на рандоме. Счёт четыре ноль, как не странно. Какой польза Корсакта. Счёт две. Счёт! Субтитры создавал DimaTorzok Если сейчас он его не реализует, то всё, это будет 5-0 и, в общем-то, надо будет признать, что Корсак победил Такие вот пироги у нас В общем, никто не ожидал, но, в общем-то, да, было дело Итак, смотрим Да, это будет наказание В этот раз телепорт запанишен Почти что фулл комбой, брейкер спасает Корсака Очень любит поспамить также свои купоны Производить вот спины Кунлау за это должен быть наказан Примерно сейчас, например И да, отлично Всё просто шикарное сделал Алексей Прочитал всё как бог И, в общем, реализовал все возможности, которые могли вывести его на дамаг Вот это рискованно Учитывая то, что Кунлау постоянно прыгает Я думаю, что Стоило бы подумать ещё раза три, прежде чем пустить молнию Так, вот сейчас непонятный мув был, наверное Да, отличное наказание Было бы Не сложилось почему-то В принципе, там вот просто последним пикселем руки достает Кунлау старым ударом Отличное чтение На вейке Сейчас тут должен быть брейкер Да, это брейкер Неплохо И осталось один раз просто выйти на комбу Алексея И он выиграет этот бой Отличненько И это должна быть победа Да 4-1 Будет ли это начало камбэка? Будет ли это начало камбэка? Корзак аж целых 10 баллов поставил даже Варизор, привет Задержка сегодня У кого как? Я не чувствую, честно говоря Я смотрю стринг, комментирую, поэтому, в общем-то, не особо вижу, что там происходит у игроков Ну, вроде да, вроде есть лак чувствуется По тому, что не все проходит, что они хотели Так, Анклешник тем временем врывается в сеть При вкушении своего боя уже Но я бы на самом деле не торопился бы на его месте Потому что, кто знает, это же Камрад, он может камбэкнуться Вообще, изи камбэкнуться В абсолютно любой момент Сменяяя, Осландская, заб disappointment Камрад, плач урключить Осландria, о Eneria, весну Главный см carrots СIR обида Завчат док Ninj hove your respect В épicing Так, Алхим переманивает тем временем Воризоры на сторону Гудгейма. Ого, Кабал решает взять. Уж не знаю почему. Вроде Кунлау неплохо сыграли они с... С Камрадом. Ну, посмотрим, что ж. Будьте! там да пока станцию чего-то будет ну вот но как бы рейн он не преклонен не особо хочется сделать сприн залагал ну не знаю у меня все нормально попробуйте перезагрузить страницу так и должно это было быть добивание но не захотел видимо лишь выбивать брейкер с кабалом и да вот она f4 1 плюс 2 который выбивается практически любым ударом любого персонажа да угадываю час все хорошо алексей в углу должно быть больно действительно будет жестоко не максимум конечно 45 процентов по моему это не максимум что может выжить рейн в углу и потрясающе просто пролетает поджектайл над головой это 2-0 ой 2-0 4-2 2-0 внезапно сакрон не терпится бой нет терпи дружище еще три боя осталось да алхим возможно что на это и рассчитано то есть вероятно что просто сейчас корсак возьмет кунлау и снова выиграет на ком-то мне шадоу ой сейчас же я выбираю не хочет алексей быстро заканчивать бой со мной вот все просто простите ребята с чата я больше не буду говорить что кунлау умер разумеешь был неправ согласен не на самом деле хороши опции делает корсак но иногда бывает что немножко не то я например ничего не имею против залететь за спину и пакну там 2-1 сделать да потому что действительно хорошо смог по его уменьшим все смог я не мешаю по определению вот это как бы ну увидишь ребят там только просто не передаем обязательно ну бесспорно по маме это уже очевидно но толки мне не простите если я перестану называть кайла мешарем что же мне делать черт возьми что делать я буду надеть что будет играть кабал вот так вот да все таки решает корсак остаться на кабале честно говоря не знаю почему алексей вроде хуже сыграл против 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 кунлау и такое выбор кабалу довольно странный да достаточно хорошо я не против я пожалуй соглашусь что ты этот миша так ну что довольно неплохо сейчас у нас алексей начал пол жизни уже из кабала выйдут но проблема в том что это кабала и он в принципе в любой момент может камбэк микс обратно и вот не надержал почему-то блок до конца кабал сейчас бы мог наказать рейна за такое наглое поведение так колено сейчас должен быть адовый прессинг но в итоге стоило подождать и да все там уже даже чипом практически можно было добить пока неплохо уверен довольно таки держится неожиданный пузырь заставляет кабала потратить брейкер у меня теперь нет полоски тактически грамотный ход сейчас сделал корсак так переместился подальше чтобы брейн оказался в углу и вот уже положение сложное сейчас у рейна нужно как-то подходить к нему и тут вот да достигает крыки эти внезапные раунд 3 борьба очень сейчас плохо поимблёш сделал там можно было вроде как наказать даже рейном эту штуку и вот армор встреча встретился с армором в одной полоске потратили игроки в итоге кабал остался без мета так это будет угол здесь будет много дамага не рискует лёша делать свои длинные серии хотя возможно стоило бы видно что капсак ждал там сейчас кричьего удара и едут 4-3 тем временем ну вот мумерак знает в чем проблема этого матчапа с кабалом он понимает что можно просто зонить рейна и он ничего не сможет сделать против этого но вот видишь корсак видимо так не думает так что все в порядке пока в любом случае счет пока 4-3 в пользу корсака то есть шанс комбэкнуться есть всегда комбэкнуться обратно с 4 до 5 комбэкнуться опять лишь не хочет быстро заканчивать этот раунд в общем пока что алексей есть возможность потренироваться на сабзи Редактор субтитров А.Семкин Ну, вообще, Володь, не знаю. Посмотрим сейчас, кого он выберет. Может, пока я вижу, что... Корсак хочет на Кабале остаться, и, в общем-то, его право, почему нет. Айрис продолжает снижать в чате. Давай не будем переходить на личности, окей? Вот так вот я сделаю. Так, ну что, у нас, получается, какой-то восьмой бой идет сейчас. Да, вот он, Кун Лао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотел начать с отличной серии Алексей, но не сложилось немножко. Да, отличная разводочка. И нужно продолжать в том же духе, потому что это работает, черт возьми, это работает. Продолжает, корсак, безумные полеты над головой Рейна. Это приносит ему, в общем-то, успех. Он убивает брейкер, забивает жизнь, он все убивает, черт возьми. Да, третий удар зачем-то Алексей пропускает в хит. В этом просто он не повторяет эти ошибки, но уже поздно. Вот так вот. Редактор субтитров А.Егорова Да, отличный влез в фейкап. Здесь вот мог угадать, в принципе, телепорт. Опять Леша забывает, что телепорт не наказывается у Кун Лао. Надо побольше их наказывать, когда так они обузятся. В общем, с другой стороны сложно сделать. Если бы не сильно его игроков. Съедает армором и выход на комбуру и опять тратит полоску. Вот так вот две полоски за буквально 2 секунды времени. И да, чудом забирает раунды. Ну, не чудом, конечно, но забирает раунды довольно-таки потно, потно. Очень зря полагается сейчас Алексей на молнию. Видно, что Корсак любит попрыгать, полетать, поэтому использовать тулы, которые бьют по земле, довольно-таки опасно. Да, и снова пытается влезть Корсак в вейк. Ничего у него, естественно, не получается. Такие вещи надо карать. И это последний шанс сейчас будет для Алёши. Нет, нет, нет. Давай, дружище, тащи. Нет, всё-таки 5-3. На этой замечательной ноте мы заканчиваем этот бой. И сейчас, соответственно, у нас приглашаются Арзу и Сакрон. Да, поскольку Никсан и Мамиров обещали отыграть в оффлайне, как бы ладно, я не против. Так, а мы тем временем ищем Арзу и Сакрона. Довольно занимательный бой тоже будет. На мой взгляд. Потому что Арзу, вообще, ну вот, насколько он мне писал, он полностью уверен, что выиграет Сакрон. Ну вот, а я со своей стороны могу сказать, что у Сакрона все шансы это сделать. Почему бы и нет. Так что ждём, пока к нам приконнектятся все. Да, и вот, в принципе, Сакрон уже здесь. Ждём Арзу. А вот и Арзу. Да, у Хин тоже правда. Ни разу не помню, что Барзу говорил там по поводу того, что... Нет-нет, я вот сейчас выиграю. Всегда говорят, я сейчас солью всем. Ну вот сейчас и посмотрим, насколько всем Арзу. Арзу, а конкретно, в данном случае, Сакрон. Куча-сва в комбу делают у нас Сакрончик. И мы начинаем. Кого же у нас возьмёт Нарзу? В последнее время он довольно часто играет за Джонни Кейджа. Рискнёт ли он? Будет ли Китана против Кейджа Сакрона? Или Сакрон выберет не Кейджа? Сакрон думает, кого же взять? Да, разу берёт Китана против Кейджа. Но, как оказывается, Кейдж это Соня. Поэтому, в общем-то, интересный выбор, интересный. В любом случае, тут, насколько я знаю, у Соня тоже не всё так хорошо. Надо всё чётко делать, чтобы хорошо отыграть этот матчат. Не могут пока игроки подойти друг к другу. Но у Китаны в этом плане нет никаких проблем. Она просто кидает веера и всё. А вот у Сони, да. Сонику ответить ей особо нечем. Да, это будет ещё одна комбайн. Дезактивейшн, привет. Тебе тоже от нас. Так, продолжается зонинг. В общем-то, не знаю, по-моему, у Сони уже мало сейчас шансов осталось. Тут и Китаны есть и метр, и... На зонинге явно преимущество у неё, поэтому... Тут не вижу очень спорный брейкер. Сейчас был покрачен. Сакроном, наверное, по ошибке совершенно случайно, но... Что было, то было. Да уж, увлекательнейший матчат. Просто будьте упростить никогда. И что это будет? Дисконнект? Блин, что ж такое-то? Не идёт сегодня онлайн нормально. Так, дисконнект, дисконнект. Завёмся на Ван Клешника. Ну, в общем, да, Сакрон ливнул. Нет, это, наверное, не 1-0, всё-таки там доиграть надо было второй раунд. Я думаю, что... Сейчас вот этот раунд будет решающим вот для той битвы, для прошлого боя. То есть сейчас Сакрон должен выиграть 2 раунда по-прежнему, а Арзу должен взять 1, чтобы 1-0 было. Вот так вот. Да, действительно, Соня далеко не Арис. Но посмотрим. Сакрон у нас, в принципе, может быть, пока разминается. Готовит пищу для Кейджа. О, как! Сакрон не в сети ещё, оказывается, у нас. Сакрон не в сети. Сакрон не в сети. Так, набейте раунд сейчас. Сакрон не в сети. Дезактивейшн с ПС-3 играем? Ну да, собственно, ты по менюшке, наверное, видишь. Лёша, не расстраивайся. Ты всё равно молодец. Выбрал не самые лёгкие пути. Так что... Я, в принципе, разделяю твою печаль. Я бы, наверное, тоже был бы расстроен на твоём месте. Сайракс. Саб-зеро. Так, ну что у нас. Опять вынос саб-зеро. Быстренький. Ждём, ждём, ждём. Вот так вот, Арзу дропает комбуу Сайраксу на 25%. Раунд 2. Пойте! Закривай его! Сайракс выиграет. Служеная победа. Сайракс. Сайракс. Мы посмотрим, что сейчас будет. То есть, по идее, должно быть Соник Китанов. Сайракс. И один раунд должен быть за разум. Сайракс. Даже костюм, по-моему, прежде не сохранили, если я не ошибаюсь. Разум. Раунд 1. Сайракс! Играет музыка Играет музыка Китана довольно быстро набирает полоску за счет своих вееров, которые прилетают как в биф, так и в блок иногда Поэтому нужно тут очень аккуратно подбираться и смотреть, чтобы все было четко Да, отлично сейчас Арзу скомбил с Джика Замечательно вошел в прессинг, но Брейкер опять спас Китана Ну, собственно, о чем я и говорил с Сони Сони особо металу набрать нечем Проблема в том, что действительно не нужно подходить И это 1-0 Пока что Арзу не оправдывает своих слов Так, а кого мы сегодня не брали еще? Страйкер Я не знаю, что у вас там лагает, у меня все в порядке У меня не показывают дропы, поэтому он тут Либо программа врет, либо у вас что-то с интернетом Кстати, да, действительно, Кенши был выглядят отличной идеей Против Китана самое то Дезактивейшн нет, еще Скарлетт пока не было Ну, как бы это только первый бой со мной был вообще, вот, 1-0 Поэтому, в принципе, пока еще не было Скарлетт Что был вначале от Сони, они, в общем-то, был дисконнект Поэтому они просто восстановили предыдущую ситуацию Набили один уровень Такие вот дела Да, либо, кстати, проблема с сервакалом, хим тоже вариант Я, нет, я не участвую Я только стримлю вот эти бои интересные Ого, Кабал, от Сакрона, внезапно Ну что ж, посмотрим, посмотрим Роткил, откуда знаю Розуэрису? Ну, как-то знаком с ними Так уж сложилось, что познакомились с МКТ-совцы Отличный врыв с коленом Пытается футист отыграть И вот можно сейчас попробовать просто перезонить Китану Шансы для этого, в принципе, есть Вот, но пока что Розу грамотно уходит от этого дела И потихоньку-полегоньку Сакрона Вот так вот отгребает по части жизни По 7-8% тот же стайла Не, не разводится на это дело Китана Дизактивейшн, да нет, это не запись Я создаю King of the Hill для участников лиги Вот, собственно, сейчас у нас отыгрывается матч Розу против Сакрона, ФТ-5 И я как бы не участвую Поэтому сливаю свою очередь И даю возможность им дальше продолжать играть Отличный оверхедик сейчас был Съел его Сакрон не менял ник, он в ПСН всегда был ланковым где-то 274 Ну ладно, мы немного отключились от боя Тут у нас тем временем доминация Кабала шла до этого До того, как у нее перестало быть две жизни Да, вот пытается сейчас Китана ворваться в НДС Но НДС не было Был просто НД, поэтому Закомбило Как создать, чтобы самому не участвовать? Никак На ПС-3 этого сделать нельзя В стиме я поэтому делаю Просмотры трансляции с другого игрока Вот, все нормально там А в ПС-3 я создаю King of the Hill И пропускаю свою очередь Такая вот дела Так, хорошее использование армора Тем временем Кабал показывает Знает Сакрон что делать Миксапит даже с F-3 НДС с F-3 НДС Опять ест оверхед Арзу Любит посидеть, видимо, против Кабала А тут не угадывает прыжок у нас Сакрон И в итоге Немного получает дэмэдж в блок Опять не угадывает Арзу С этим арморфедом Возможно, что есть смысл постоять Против Кабала немного Потому что я понимаю, что Пилат наказывается Но урон-то получает Чем с пилы пока что Зажал в углу, просто дайдем ката И это должен быть раунд Нет, это Брейкер как раз хватило И вот это уже должен быть раунд 1-1 в пользу Ой, в пользу Сакрона, хотел сказать Ничья 1-1 ничья Но в пользу Сакрона Потому что Кабал We have a new king Sub-Zero Sub-Zero The Docter в GP Это что такое, напомню? Вперед, вперед кулак что ли? Вперед джампанч? Ой, забыл поставить себе Четверть жизни Ну ладно, Сакрон знает, ком будет Саб-Zero, чтобы быстро не одолеть Ну, видимо, там не всегда можно Использовать эту опну Так что вот такие дела Не, ну использовать джип после пробега Это вообще странная тема То есть как бы Когда ты МДЦ делаешь У тебя там и так плюс, да Ты теряешь свое преимущество Просто выпрыгиваешь Зачем так делать? То есть ты можешь дальше попресить Так зеркал-то и нет Дезактивейшн В том-то и дело Просто я слил бой Все мы мешаем на самом деле Итак Третий бой Кого же возьмет у нас Арзу? Да, Скарлетт нету Похоже, что Сакрон не открыл ее Это интересный поворот Все-таки решает Китану против Кабала взять Не уверен, видимо, Арзу в своей соне Дезактивейшн тоже стример по МК, видимо Судя по тому, что он написал последнее сообщение Ну, в общем-то, да Уча, мертвая игра, так что Че-че только-то есть три Так, у нас тем временем Кабал тут Вообще говоря Такую нехилую заявочку На победу этого раунда делали Вот сейчас попытался развести, по-моему Но не прочитал неправильно Немного действия Арзу Поэтому вырезался в блок Может быть, просто не отменился мой моддэш Так, это будет, да, большой дамаг Чип-дамаг имеется в виду Брейкер и... Да, это должен быть раунд Это и есть раунд Раунд 2 Бейкер! Бейкер! Тропает комбуз Акрон Ему остается надеяться Только что это не выйдет ему блоком Снова перебивает Арзула, да Несмотря на то, что плейер один на двань Тачи в воздухе Все равно второй игрок Постоянно перебивает Что-то в воздухе Это тотальная доминация, короче говоря Отличный выход на комбу Могу быть И вот сейчас самое время По зоне с Кабалу Коленочка, кстати, ворваться Не угадал И довольно уверенно сейчас Арзук Идет к победе, на самом деле Казалось бы, да А так хорошо все начиналось у Кабала И это 2-1 Есть новый корень Ну, как бы Да, ты прав Дезактивейшн Но Дело в том, что Д1 это минус 15 на блоке А ДФ2 Вифит посидячим И потом, в общем-то Можно их наказать за виф Так что Думаю, что Не особо это имбовые опции Единственная проблема Что угадать нужно Это дело Так, сейчас на Марзу Продемонстрирую пару красивых комп Да, Бутер, спасибо Я уже это рассказал Как раз-таки Счет на 2-1 Максу В пользу Арзу Счет на 2-1 Китана Винс Ну, это проблема Угадывания То есть, если Ты пытаешься влезть в Дайдинг Каттер У тебя не получается Значит, ты улажаешься С таймингом Вот Либо ты просто не ждешь Когда Каттер Вифнет по тебе И там Поздно Делаешь что-то Нет, конечно На Покин реакцию Наказать довольно сложно Пусть это все-таки На СП эти делается На ожидании Так, снова Кабал Снова Китана Уверен Сохраны в том Что он этот матчап знает А в этот раз Уже из-за дайдинг Критин не прошли Понял Арзу Что что-то здесь не так Вынуждает Китану Потратить Брейкер Сохран Да, здесь будет Огромный плюс Все-таки Выпрыгивать из него Арзу В Джонни Кейджи Покин Оказывается Трис Ну, типа Ты вообще В принципе рискуешь Когда Покин Оказывается Там же угадывается Отличная Кратометра Это будет комбак К сожалению Не победный Не хватает Кабал Думачка И снова Выпрыгивает Китана Из-за этих Что там Плюс 9 Если я не ошибаюсь Кто очень уверен На котором Арзу это делает То ли заграчил То ли что-то еще Да, просто подождал На крышке И сделал Инстант веер Все правильно сделал 1-0 В четвертом бою Как-то нужно Сокрону Поменять Немного Сайта Да, плюс 8 Спасибо Немного Не зря Разупались В этот Вейк Ну, хотя В принципе Ему Было уже не страшно Там Больше Больше Один Раз И Это 3-1 В очередной раз У нас Арзу доказывает Что Нет ничего лучше Чем выиграть Квоту на МФА Я, да Я важнее Я Слеполкер Я вообще Мешер То есть Примдота Не слышал Никогда Ситапы Там и все остальное Что это такое Вообще Зачем вы этим Пользуетесь Словами непонятными Так Я что-то заговорился И забыл Что сейчас Я выбираю Арзу Меня привел В чувство Спасибо ему Ну, я не знаю Что ты там рискованно Увидишь В том Что блеск Между Д3 И коленом Потому что В общем-то Там целых Аж Сколько Минус 7 Плюс 9 Да, получается 16 фрейм Чтобы наказать Чем-нибудь Синдель Винс Флот Виктор Дай Винс Рягуна А почему странно Это вроде нормально Че-то Че-то делает Какие-то Ситапы Знает И, в общем-то Математикой Тоже пользуется Джонни Кейджа О, а решает Самого сильного Своего персонажа Взять Сакран Джонни Кейджа Внезапно Внезапно Ну что ж Посмотрим Как у нас Кейдж Справится С ситуацией Пока что Китана Убивает Его бросками Да, отлично Вообще Дезреспект В полнейшее Торзун Продолжает Свою тактику Игры с Чипэддингом Просто инфлай И вот он До 1 перелет Это отличная идея Почему-то Не законфернился Крон внезапно Вместо колена Зачем-то сделал Еще одну До 1 Сейчас у Кейджа Серьезные проблемы Потому что У Титана Есть уже метод Полный У Кейджа Он, конечно Тоже есть Но У него и жизни Не так много Да, отлично Угадал бросок Ну там В общем-то Немного было опции Либо каттерный Бросок Наказывает Поку Просто потрясающе Прочитал сейчас И не помогло К сожалению Сакрону Это дело Пытается влезть Вейк зачем-то Получает из-за этого Бросок Еще и спешл Да Вынуждает Пратит-брейкер Все правильно Отличный фут Сейчас отыгрывает Сакрон Просто Сбейтит Все подряд Все что можно Благо Джонни Кейджу Не позволит На это делать Немного Не успевает Арзу Среагировать Это должно быть Смерть Для Китаны Да Отпустил Арзу блок Вовремя понял Что лучше Надавать лишнюю меку Джонни Кейджу Кто по лодку Не юзает Ты про кого говоришь Про Кейджа Или про Китану Да Да Вот он Бесконечный Зонник Из зверов Да Один перелет Любимый Такой Что-то Арзу Понял После Того Как Чип Эдди Проиграл Первый раз Минфа Ну Дека Здесь Сложный Юз Полоску От красной ноги Смысла Не особо Есть Потому что Ему набирать Надо Потом Для того Чтобы Например Брейкер Сделать Когда Он на комбу Пойдет Скидание Да Отличный Брейк Можно Трейсинг Все правильно Делается Сокрон Час Просто По максимуму Разводит На чип Дамаг Знаешь Что Арзу Респект Плюс 5 Поэтому Он будет Подиск До после Фортбол И значит Нужно Делать Перепрыжку А вот Теперь Сокрон Сложная Ситуация Им как-то Нужно Подойти Убить Китану Но Ее Д1 Отлично Поймал На В Б3 И Дротнул Камбу Это Печально Аферкотом Попытался Сейчас Выбить Но Нет Не Сработало И Это 4-1 В пользу Арзу Но Был Близок Все-таки Сокрон К победе Был Близок Одна Дропнутая Комбань Деляла Сокрона С победы В этом Бою Будем Надеяться Что ему Повезет Немного Больше В следующий Раз Так что Такие Вот Дела Да Шангзер Действительно Мог Снять Сейчас Наверное Очень Обидно Было Сокрона Дропнуть Такую Камбулену Это Просто Что-то Невероятное Может быть Волнение Скорее Всего Конечно Онлайн Но Может быть Волнение Сделал Супер Рейгун Зеленая Нога Вообще Не Вариант Попадаешь В блок И Получаешь Людей А еще Если Тебе Перебили То Там Фри Прессинг Как Минимум Все Плохо Да Приглашайте Верзу Чего Вы Мучаетесь Да Все-таки Решает Остаться На Джоне Кейдж У нас Сокрон Это Его Последний Шанс Показать Класс И Камбэкнуться Возможно Возможно Что Камбэкнуться Да В этот раз Все нормально Сокрон Но Брейкер Оказался У Китаны Раньше Каким-то Образом Сейчас Угадал Отличную Выпуску Хотел Забейтить На Фоку Но В общем-то Орзую Сделал Все правильно Дайдем Каптер Ох Тяжка Сейчас Будет Сокрон Подходить На что Делать Нужно Нужно Пытаться Он не Угадывает Рейгун Нет Успевает Там У Джонни Не настолько Сильцем Меняется Хитбокс Чтобы Гейрапы Не Попадали Если бы Так Было То У него Мача Были бы Даже Возможно В пользу Кейбра То есть Как бы Тогда У Китаны Были бы Ограниченные Средства Газонинга И Кейдж Был Убивал Крейсинга Поэтому Да Все так Просто Не дает Норм Поиграть Арзу Ну Блин Чья Это Проблема Если Ты Проигрываешь Сильным Магриакам То Причем Тут Что Значит Норм Поиграть Что Я скажу О Леонели Витязь И Рест Немис Ну Леонель Сегодня Вот Уже Озыграл Вначале Стрима Сто Игра Хорошо Сыграл Довольно Красивую Игру Показал Витязь Что То То Реально Давно Не Игра Поэтому Поэтому Вот Так Вот Да Зактивишно Если Проигрываешь Игрокам Всем То Просто Тренируйся Будет Круто Будешь Выигрывать Так Опять Через Д3 У нас Сатон Подбирается Избуд Да Не Законфернул Матей Хорош Опять Пытался Влезть Аперкотом Никак Никак Не Дает Торзу Влезть Аперкотом Просто Это Вообще Адовый Рейнш Наги Настолько Адовый Перебивает Все Вокруг И вот Отличная Комба Могла Быть Брекера Ларзон Буквально С каждой Секунды Джонни Кейджи Все Хуже Хуже Ситуация Становится И вот Уже 35 Секунд Остается Всего Идет На риск И все Просто Бабанк Пошел И поставил Все плохо Все плохо Закончилось Для Сакрона В этот раз Ну что ж На этом Наверное Все Сегодня Мы Посмотрели Четыре Замечательных Боя Надеюсь Что Нексан И Мамиров Спишутся И Пришлют Мне Запись Мы Застримим В следующий Раз Вот А в общем С вами был Некрологин Также Лига Гард Крашен ФА 2015 Как вы Видите Из Надписи Всем Спасибо Кто с Нами Был Кто Смотрел Нас Кто Болел За Своих Любимых Игроков Если Не впадло Пройдите На канал На СК2 ТВ Поставьте Лайк Ну и Всем Пока Продолжение следует